Привет, друзья! Сфера квадрокоптеров стремительно расширяется. В настоящее время вы можете найти квадрокоптер для любых целей, от простой детской игрушки до сложной технологии, позволяющей вам снимать профессиональные видео и фотографии. Сегодня в этом видео мы расскажем, как выбрать для себя квадрокоптер и рассмотрим три лучших модели в разных ценовых сегментах. Независимо от того, какую модель квадрокоптера вы покупаете, необходимо убедиться, что он обладает определенными функциями, которые сделают его безопасным, надежным и простым в использовании. Вот несколько важных критериев, на которые следует обращать внимание перед покупкой. Цена. Существует несколько основных ценовых диапазонов, в которые попадают эти устройства – бюджетный, средний и премиум. Выберите диапазон цен, который вы можете себе позволить, а затем сосредоточьтесь на поиске лучшего для вас квадрокоптера. Дальность полета. Данный показатель зависит от емкости аккумуляторов, аэродинамических показателей и мощности моторов. Надежная камера. Убедитесь, что ваша камера имеет высокое разрешение HD и может снимать видео не менее 720 пикселей. Стабилизация. Если ваш квадрокоптер нестабилен под воздействием ветров и даже легких бризов, вы потеряете контроль над дроном. Убедитесь, что ваш квадрокоптер имеет трех- или шестиосевую стабилизацию, а лучше всего гиростабилизацию. ППВ-камера позволит вам просматривать видео в режиме реального времени. Это также важная особенность, если вы покупаете квадрокоптер, радиус действия которого выходит за границы вашего поля зрения. Также следует ознакомиться с правилами использования беспилотных летательных аппаратов и соблюдать их всякий раз при запуске квадрокоптера на улице. А теперь давайте рассмотрим тройку лучших моделей квадрокоптеров. Бюджетная модель квадрокоптера, которая смело может конкурировать с известными брендами. Вам ее не нужно собирать, она готова к работе сразу после покупки. Корпус модели выполнен из пластика, чтобы избежать утяжеления устройства. Одна мегапиксельная камера производит съемку с разрешением в 1280 на 720 и частотой 30 кадров в секунду. Несмотря на небольшое разрешение, съемка на улице дает довольно качественную картинку. Заряд аккумулятора емкостью 500 мАч дает 7 минут полета. С камерой этот показатель будет 5 минут. Максимальная скорость при горизонтальном полете 5 метров в секунду и 3 метра в секунду при вертикальном. Заряжается батарея практически 2 часа, так что если вы планируете длительные прогулки с квадрокоптером, вам следует позаботиться о покупке дополнительных аккумуляторов. При низком заряде дрон автоматически плавно спускается на землю. Управление производится как с помощью пульта, радиус действия которого достигает 70 метров, так и с помощью мобильного приложения Simago. Лучший результат достигается при одновременном использовании пульта и приложения. При запуске съемки через приложение видеофайл сразу сохраняется в вашем смартфоне. Теперь о плюсах этой модели. Защита двигателя от перегрева, автопосадка, наличие шестиосевого гироскопа и датчика высоты, отличное качество сборки и дополнительные аксессуары. И немного о минусах. Мало времени для полета, сносит сильным ветром, среднее качество камеры и при потере сигнала от пульта управления улетает в произвольном направлении. Цена на этот квадрокоптер составляет всего 3130 рублей. Данную модель можно назвать лучшей в средней ценовой категории. Встроенная HD-камера позволяет записывать видео полета при максимальном разрешении 1920 на 1080 и с частотой 17 кадров в секунду. Квадрокоптер Хабсон оснащен передачей изображения в 5,8 ГГц в режиме реального времени, что позволяет отображать прямую трансляцию видео с камеры на 4,3 диагональном ФПВ-экране пульта. Емкость батареи в 2700 мАч дает 20 минут автономного полета для квадрокоптера. Заряд аккумулятора составляет 2,5 часа. Благодаря встроенной системе GPS эта модель обеспечивает ориентирование на местности, точное удержание позиций и возвращение на точку старта. Запуск и управление осуществляется с помощью пульта. Диапазон управления достигает 300 метров, и если квадрокоптер потеряет связь с пультом дистанционного управления, он вернется домой и приземлится. У этой модели три режима. Первый – Follow Me, позволяет устройству непрерывно следить за вами на заданном расстоянии. Второй режим – Altitude Hold, позволяет удерживать заданную высоту. И третий – Headless Mode, в безголовом режиме дрон движется вперед и назад, в зависимости от того, где находится пульт и вы. Теперь о плюсах этой модели. GPS-навигация, функция автовозврата, высокое качество съемки, передача видео в реальном режиме на экран пульта и доступные материалы для покупки. Теперь о минусах. Плохая стабилизация видео, камера делает качественные снимки только при хорошей освещенности и при потере связи с пультом не всегда оперативно срабатывает автовозврат. Цена на данный квадрокоптер составляет 14 990 рублей. Увеличенная мощность моторов хорошо отражается на полете дрона с профессиональной 4К-камерой Zenmuse X5 в 12 Мп и позволяет осуществлять высококачественную съемку в любых погодных условиях. Емкость аккумулятора в 4500 мАч дает 18 минут автономного полета на расстоянии до 5 км при скорости 79 км в час. Интеллектуальная система управления энергией отображает в режиме реального времени оставшееся время полета, рассчитывая расстояние от квадрокоптера до точки старта, сообщая, когда следует лететь обратно. В комплекте предусмотрено два пульта управления для одновременной работы в тандеме. Один оператор управляет траекторией полета, а второй управляет камерой. На каждом пульте имеется экран, на котором отображается прямая беспроводная передача HD-видео через DJI LightBridge. Такой подход дает возможность создавать более сложные художественные снимки или видеоролики. Управлять квадрокоптером можно с мобильного приложения, а также изменять настройки полета, редактировать видео и управлять DJI-аккаунтом. Теперь о плюсах этой модели. Два пульта управления, грибные винты оснащены надежным механизмом блокировки, система позиционирования Vision для полета без GPS или в помещении, готовая к полету система антенн, трехосевой подвес и отличное качество съемки. Из минусов отметим только высокую цену. Цена на этот квадрокоптер составляет 92 тысячи рублей. Ну а на этом все. Надеемся, это видео поможет вам в выборе нового квадрокоптера. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Большое спасибо вам за просмотр и до новых встреч!